Привет-привет, мои хорошие! Я спешу с вами поделиться новой выкройкой зайчиков. Будем шить их из фетра. Я использую корейский фетр 1 мм толщиной. По соотношению цены-качества он более-менее нормальный. Вырезаем все элементы выкройки и приступаем к работе. Мои постоянные зрители уже знают, где искать выкройки и мои пошаговые мастер-классы. Переходите на официальный сайт фетровой мастерской feltly.com Там вы можете ознакомиться и с мастер-классами, и посмотреть видео, и скачать выкройку. Выкройку вы можете скачать совершенно бесплатно. Но, как я люблю говорить, дабы почистить свою карму, не забудьте пролайкать, прокомментировать и подписаться, если еще не подписаны. Это будет отличная мотивация для меня и ваша благодарность. Вернемся к нашему видео. Сейчас я пришиваю глазки зайки. Я пришиваю швом назад иголка. Мы с вами создавали заек, но только это были зайки-куколки. Мы еще этих персонажей одевали в разную одежку. Сейчас же мы шьем зайчика более классического, без одежки, но с морковкой в руках. Необычную, конечно же, я выбрала палитру для своих зайек. Вы можете выбирать более классических, сереньких, беленьких, коричневеньких зайчиков. Мне захотелось чего-то такого вот яркого. Пожалуй, пока на данный момент это будет самое длинное видео на моих каналах, где я выкладываю видео с уроками. Но в любом случае, всегда под видео я оставляю тайминг и вы можете прокрутить на тот момент, который вам конкретно интересен. Мне совершенно не хочется ускорять видео, потому что я сама не люблю смотреть такие видео и делаю все для того, чтобы вам было комфортно и понятно. На видео мы пришиваем маленький малипусенький носик розовенького цвета тем же самым швом шов назад иголка. Шовчики делаем очень маленькими и аккуратненькими. Честно говоря, на глазках я бы тоже делала швы поменьше. Смотрите, можно в принципе носик и глазки приклеить, если вам так будет удобнее и хотите ускорить процесс создания игрушки. Темно-коричневыми нитками в одну нить я вышиваю милую улыбочку зайки. Если вам сложно вышивать на глаз, вы можете сделать отметочки термоисчезающей ручкой или фломастером и потом уже по этим отметкам аккуратненько вышивать улыбочку. Вот таких вот заек будет классно просто шить как в качестве игрушечки для ребенка. Еще они обалденно будут смотреться на детских мобилях в качестве одного из героев или же просто же можно полностью сделать мобиль из зайчиков. Еще по этой выкройке можно сделать заек в качестве елочной игрушки. Вам только остается закупить материал, скачать выкройку и следовать моим рекомендациям. Когда вы будете распечатывать выкройку, печатайте функции принтера из без полей. Тогда вы получите точь-точь такого же размера, как я показываю вам на видео зайчика. И не оставим мы наших заек без румянца. Мордочку зайки мы пока отложим в стороночку и приступим к формированию ушек зайчика или кролика. В конце видео можете посмотреть готовые уже варианты и как вы считаете, эта парочка похожа на кроликов или заек больше. На первый слой ушек пришиваем розовенькую, нежно-розовенькую серединку, тем же швом назад иголка. Если же вы шьете таких заек-кроликов на новогоднюю елочку в качестве елочной игрушки, я советую вам добавить глиттерного фомирана или глиттерный фетр. В общем, все белые и розовые элементы заменить на глиттерные. Обратите внимание, что ушки я ничем не наполняю, мы их просто-напросто сшиваем петельным швом. Ну вот, наши ушки готовы. Теперь нам нужно соединить их с мордочкой. Располагаем их между двумя слоями фетра. Для вашего же удобства можно взять, наметать из ушки к мордочке, для того, чтобы при сшивании они никуда не убежали. Петельным швом сшиваем мордочку, оставляя отверстие для наполнения. Считаю, на этом моменте надо остановиться поподробнее, как же нам прошить и ушки, и мордочку одновременно, чтобы это смотрелось красиво. Очень сложно описать словами, поэтому просто внимательно посмотрите видео, как я это делаю. Главное ниточку выводить вверх. Убираем лишние ниточки, которыми мы пришивали, закрепляли ушки к мордочке. Они нам уже не нужны. Ну и откладываем нашу мордашечку, мы к ней вернемся чуть попозже. Теперь мы возьмемся за лапки зайки, кролика. Мы сшиваем две детали петельным швом. Их мы будем наполнять холофайбером, поэтому оставляем отверстие для наполнения. Верхняя пала лапок у нас практически готова. Приступаем к нижним. Ну и нижних пару лапочек мы сделали заготовку. Теперь приступаем к формированию тела зайки, кролика. На верхний слой фетра мы пришиваем такое беленькое пузико. Для того, чтобы вам было удобно пришивать, просто это пузико закрепите булавкой. Пришиваю швом назад иголка. Тело сшиваю петельным швом, оставляя отверстие для наполнения. Но не торопитесь, посмотрите чуть дальше. Нам нужно еще пришить к этому телу лапки. Так, сейчас мы с вами наполняем холофайбером лапочки. Смотрите, в качестве наполнителя вы можете использовать и синтепух, и синтепон, и холофайбер, или что там еще есть, я уже не помню. В общем, любой наполнитель по вашему предпочтению, скажем так. У меня обычный холофайбер. Также для вашего же удобства советую вот эти ножички немного наметать к телу. Таким образом они никуда не убегут, и вы сможете спокойненько себе их прошить. Они после сшивания как бы накладываются друг на друга, и такой косолапый зайка получается, или кроличек. Дальше в видео также подробнее остановлюсь на моменте, как их правильно прошить. Субтитры создавал DimaTorzok Убираем лишние ниточки, они нам уже не нужны, и приступаем к наполнению нашего тела. Также наполняю холофайбером, хорошенько распределяем по всем бокам, плотненько набиваем. Мне в этом помогает апельсиновая палочка. Кто-то использует пинцет, ручку, тут уже как вам будет удобно. Ну и сшиваем то отверстие, через которое мы наполняли игрушечку. Я немного придавливаю, и позатем уже сшиваю. После сшивания таких крупных элементов, необходим массаж обязательно. Распределяем, все расправляем. В общем, массажируем нашего зайка-кролика. Также плотненько наполняем лапки зайки-кролика. Делаем это постепенно. Так как они достаточно узкие, надо понемногу наполнять холофайбером, и хорошенько его утрамбовывать апельсиновой палочкой. Вот такие вот лапки у нас получаются по итогу. И приступаем к самому главному наполнению нашей головы. Я вам уже как-то в одном видео признавалась, что наполнение игрушек это мой самый нелюбимый момент в процессе создания чего-либо. Ну или кого-либо. Но наполнение игрушек это неотъемливая часть фетра творчества. Поэтому любим, учимся, набиваем руку и быренько все это делаем. Ну вот уже что-то у нас вырисовывается. Обязателен массаж после наполнения игрушки. Но нашей голове не хватает глазок, бровок, ресничек. Если это девочка, я добавляю всегда реснички. Обратите внимание, что он тот парнишка, он без ресничек. В термоисчезающий маркером делаю отметочки, где у нас будут располагаться глазки. Теперь нам в работе понадобится длинная иголочка. Если вы шили коротенькой иголочкой, то теперь замените ее на длинную, потому что мы будем пришивать глазки, бусинки. Мы будем вышивать бровки. Для этого нам понадобится именно длинная иголочка. Я умоляю вас, не стесняйтесь оставлять комментарии под видео. Я получила комментарии под видео, где я делала лисичек. И я когда шила глазки, я это делала черными нитками. Мне посоветовали, ну и обратили внимание, что это было бы интереснее и лучше бы выглядело, если бы вот эти бусинки пришивали бы ниткой в тон той игрушки, ну какой вы нитью шили. Вы знаете, я согласна, я очень благодарна этому комментарию. Попробуем сделать так. И глазки пришиваю двойной нитью. Хорошенько их затягиваем. Таким образом мы утапливаем глазки, и мордочка такая становится сразу выразительной и фигурной. Мне этот эффект нравится очень. Да, единственный момент и минус, это вот задние шовчики, вот эти, которые остаются на игрушке. Но большая часть игрушек, которые я делаю именно от своей интересы, они у меня односторонние. Они мне необходимы для панно. Если же вас это смущает, вы можете в принципе тогда бусинки пришить не утапливая. Или по-другому немножко сделать глазки, или же нарисовать красками. Но мне этот эффект безумно нравится, поэтому я готова на многие моменты закрывать глаза. Глазки мы с вами уже сделали. Теперь осталось в одну нить я вышиваю бровки, и затем добавляю еще реснички. Когда вышиваю бровки, я немножечко их также сама стягиваю. Делаю узелок и увожу его через то же отверстие. Наша мордашечка готова. Теперь нам нужно собрать вот этот весь пазлик. Процесс сборки очень также важен. Для того, чтобы вам было удобно сшить голову с телом, прикрепите все булавочками. У меня есть множество вариантов крепления головы к телу. В других видео я показывала вам один вариант крепления. Сейчас же я покажу вам самый распространенный вариант. Это сшивание по шву и головы с телом. То бишь мы продеваем иголочку с ниточкой в те же швы. И стараемся, чтобы они совпадали не выше, не ниже. Главное не пренебрегать этими правилами. Потому что если вы будете брать шовчик чуть выше, чуть ниже, иголочка у вас будет выходить. То таким образом голова просто-напросто будет либо заваливаться вперед, либо заваливаться назад. Вам нужно попадать точь-в-точь в те швы, которые мы делали ранее. То есть те же отверстия просто-напросто вставляете. И выводите, и заводите иголочку в те же самые отверстия. Если будете следовать данным рекомендациям, то в итоге вы получите классный результат. И голова не будет никуда заваливаться, и будет ровненько стоять и пришита к телу. Так что никуда не торопимся, аккуратненько проделываем ювелирную работу. Ну и вот, как я вам и обещала. Голова никуда не заваливается, держится хорошо, плотненько. Ну и пришиваем наши ручки. Здесь тоже такой ответственный момент. Все закрепите булавочками, выровняйте их по уровню, а затем возьмите длинную иголочку и двойную нить. Мы будем продевать сквозь всю грудь нашего зайки-кролика. Здесь также обратите внимание, что иголочка должна проходить ровно по линии. То бишь, где вы ее заводите, там вы ее на противоположной стороне и должны вывести. То есть не заваливаясь ни выше, ни ниже. Здесь также нужна практика, немного набить руки, и у вас все получится. Потому что если вы немножечко иголку уведете в стороны, то и ручки у вас, получается, немного будут перекошенными. Но я вас верю, у вас все получится. Продолжение следует... В конце мы хорошенько затягиваем ниточку, но не сильно, не сильно плотненько. Не перестарайтесь здесь. Делаю я в конце пару-тройку узелков. Ну что, булавочки мы теперь убираем, и они нам не нужны. Обратите внимание, у нас ручки двигаются. Так что мне такой вариант очень нравится. Но мне захотелось добавить нашему зайчику, кролику, вот такую вот классную морковку, как держит в своих лапках вот тот парниша. Так, стоп-стоп-стоп, забыли нашему зайчику-кролику сделать хвостик. Я, как всегда, пошла по сложному пути. Вырезаем круг, затем по краю мы нанизываем на ниточку, тягиваем и наполняем все это безобразие до безумия холофайбером. И затем уже сшиваем. Если же у вас есть такая возможность подобрать пушистенький помпончик под цвет вашего зайки, вашего фетра, вашего материала, то я советую этим воспользоваться. Можно сделать более пушистенький, более красивенький хвостик. Но у меня помпончика такого нету цвета, поэтому приходится сделать вот это вот все безобразие. Когда вы делаете вот такой вот шарик из фетра, если вы думаете, что уже достаточно наполнителя, то, поверьте мне, недостаточно, наполняйте его до убоя. Затем вот такими вот стежочками наискось сшиваете этот шарик и придаете ему такую вот шарообразную форму. Ну вот, наш шарик готов. Теперь мы его пришиваем, этот хвостик, нашему зайке. Смотрите, чтобы он никуда тоже не убегал, все прикрепим булавочкой. Когда я пришиваю этот хвостик, я делаю два сквозных стежка. И таким образом мы еще добавим нашему зайке пупочек. Делаем наискось, такой крестиком таким. Ну вот, наша зайка практически готова. Еще добавим морковку. Прежде чем сшивать морковочку, добавим ей вот такие вот рысочки. Рысочки делаем параллельными друг к другу. Делаем небольшие стежки, располагаем их хаотично. Вот такие вот у нас заготовочки морковок готовы. Но мы пока отложим их в стороночку и сделаем вот эту зеленую часть. Сшивать зеленушку будем петельным швом. Если не хотите заморачиваться, я вам советую вырезать вот эту зеленушку просто из жесткого фетра в одном экземпляре. Ну а теперь все тем же петельным швом сшиваем нашу морковочку. Оставляем отверстие для наполнения. Редактор субтитров А.Семкин Наполняем нашу морковку холофайбером. Хорошо его распределяем. Морковку пришиваю прямо в лапки зайки. Тоже закреплю булавочкой, чтобы было удобно. Ну и украсим нашу даму маленьким миленьким фетровым цветочком. Сейчас на видео показываю вам мой излюбленный способ вырезать мелкие элементы выкройки благодаря скотчу. Очень удобно. Всегда цветочки обязательно стараюсь дополнять листочками. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Проигрышный вариант, дополнить их бисером, пайетками, будет очень красиво Пришиваем цветочек к нашей зайке Ну что, мои хорошие, вот такая парочка у нас получилась Как вам? Пишите в комментариях Ну, все во всяком случае необычно Не забудь поставить лайк, оставить комментарий Подписаться, если ты не подписан Ну, а я с вами не прощаюсь, до новых встреч!